СПИКЕР СПИКЕРа Совета Федерации Валентина Матвиенко и крупного бизнесмена, сенатора Сулеймана Керимова. Когда несколько лет назад его задержали во Франции, и после подключения российской дипломатии и прочих политических инструментов, сенатор вернулся в страну и в Верхнюю Палату, Матвиенко очень тепло его приветствовала. Он с нами? В начале своего руководства республика Сергей Меликов, опять же с трибуны Совета Федерации, зачитал проблемный доклад о состоянии Дагестана. Так совпало, что в Совете Федерации уже давно, с 2008 года, заседает Сулейман Керимов, главный налоговый резидент и инвестор. А я бы добавил еще и главный попечитель Дагестана. Так совпало, что Матвиенко в этот раз прибыла не только в Махачкалу, столицу Дагестана, но и в Дербент, родной город Керимова, который в последние 8 лет на марше, а последние 3 года практически взлетел космически, ушел в прогресс. И вот, скорее всего, одним из поводов, помимо позитивных юбилей Расула Гамзатова, открытия дома Лезгинки, участия в 9-м парламентском форуме, является и обзор того, что же за 3 года Меликова сделано или запланировано. Запланировано в Дагестане. Сегодня, сейчас запланировано и уже начато, а не просто задекларировано, а то, знаете ли, заседаний часов у нас тысячи, а если бы Маяковский посетил современный Дагестан, он бы выдал вторую часть своего бессмертного произведения, про заседавшиеся, написанные без малого 100 лет назад. Заседать надо в поле, а самое главное, для управленцев, кроме кадровой политики, подбора и расстановки кадров, это и контроль, контроль, еще раз контроль за исполнением. Пока я не вижу такого жесткого контроля. Покричали и забыли, что ли? В крайний раз Валентина Ивановна посещала Дагестан летом прошлого года. Тогда она, судя по материалам СМИ, раскритиковала Министерство здравоохранения и дикий градостроительный хаос нашей многострадальной столицы. На этой неделе на Дагестанском ТВ обсуждали тему культурного наследия и облика города. Бизнесмены-застройщики не успокаиваются и продолжают засорять мой город какими-то дикими бетонными символами безумия и памятниками алчности. В связи с этим предлагаю инициативу. Ниже улицы Расула Камзатова, он бы меня поддержал, до моря ни одного дома не втыкать, не впихивать, не вторгаться в пределы исторического Петровска, моего города. Почти уверен, что все, кто безобразничает в Махачкале, наводя тут каменный ужас и хаос, не родились тут. Махачкале 166 лет и пора уже взяться за ум шибко активным квази-горожанам, у которых в одном месте свербит и которые норовят забрать в свое чрево еще и историческую часть города. Хватит уничтожать мой город. Зато Дербент приятно удивляет Матвиенко. Спикеру нравится мэр древнего города, парень с такими горящими глазами, который, если ему не мешать, продолжит восстанавливать 5000-летний город. В связи с, так сказать, дискуссиями о возрасте города было также поручено разобраться и уточнить. Матвиенко встретилась и с матерями, и вдовами бойцов, погибших и воюющих на передовой. Состоялся обстоятельный разговор, искренний и открытый. У Хаджа Цайкумовой, педагога из Нижнего Казанища, на передовой погиб сын. Тогда родители бойца разбили парк памяти сына и назвали его Махачбау, что значит «Сад Махача». Махач Сайкумов служил в 108-м гвардейском полку воздушно-десантных войск, дислоцирующихся в Новороссийске. Погиб в зоне специальной военной операции 17 марта 2022 года и за проявленную храбрость награжден орденом мужества посмертно. У нас была своя земля. Мы оградили участок и посадили 200 деревьев. Наша акция заинтересовала власти и общественность. Мы познакомились с остальными мамами, которые пришли поддержать нас и принять участие в посадке саженцев. Так этот сад стал местом нашего успокоения и притяжения для всех раненых душою мам, рассказывает Хадижат. Встреча с Валентиной Ивановной у нас прошла в такой теплой, даже сердечной атмосфере. Валентина Ивановна оказалась очень эмоциональной, душевной женщиной. На встрече мы говорили о нашем сообществе «Сила матерей», о ее проектах, как реализованных, так и планируемых. Это посадка садов памяти, строительства мечети памяти героев СВО. Передача в гостях у героя. Она дала высокую оценку действиям нашего сообщества. Была восхищена нашим духом патриотизма. Взяла также под особый контроль строительство реабилитационного центра для участников СВО. Отметила, что опыт посадки сада очень значим. И такие сады должны быть во всех регионах страны. Валентина Матвиенко была открыта к диалогу. Она была настроена на конструктивную и плодотворную работу. И уверена, встреча в ближайшее время принесет свои плоды. После встречи с Валентиной Матвиенко было дано ряд поручений. Распространить опыт увековечения памяти погибших на СВО путем посадки садов памяти по всем регионам страны. Было решено вернуть в зону СВО одного из четырех сыновей мамы, потерявшей одного сына на передовой. Спикер Верхней Палаты Парламента также взяла на заметку инициативу постройки реабилитационного центра для ветеранов и инвалидов специальной военной операции. Похвалила мессия Османову за идею постройки мечети памяти героев, павших на фронте. Восхатилась силой духа сообщества, силой матерей. Реабилитационный центр на берегу уже есть. Его просто нужно оставить за Дагестаном, а не отдавать так называемым эффективным управленцам от Минобранауки России. Наполнить это здание бывшего санатория «Чайка» смыслом, необходимым инвентарем. Посмотреть, что там еще добрать для правильного функционирования центра. Скажем, что по официальным данным в зоне СВО воюют 25 тысяч дагестанцев, хотя по неофициальным почти в полтора-два раза больше. Нет ни одного района республики, где не было бы несколько погибших. Цифры пока не сведены и официально, и широко не озвучиваются. Дагестан в лидерах в стране по числу бойцов на душу населения. Федеральный центр все это понимает, и, видимо, визит спикера парламента – это внимание не только оправданное доверительным отношением Керимова и Меликова со стороны Матвиенко, но и знак высочайшего внимания к республике, которую 30 лет держали в черном теле. Терроризм, высокий коррупционный рейтинг, религиозный фанатизм, низкая правовая культура, пикирующие здравоохранение, образование, культура. В общем, самый депрессивный регион в стране был, при том, что программы вроде писались, а финансы не доходили до конкретных объектов. К примеру, по постановлению номер 1000 1995 года было украдено или нецелевым образом израсходовано, по данным экспертов, около 2 триллиона рублей. Так Дагестан, постсоветская Россия, оказался в тотальной разрухе при всех своих потенциальных возможностях, ресурсах и благоприятном геополитическом и географическом положении. В политической науке широко известно понятие черного лебедя, талеба на семи. Это когда неожиданно происходят непрогнозируемые или сложно прогнозируемые негативные события, оставляющие глубокие рубцы и несущие за собой потери и хаос. Таким черным лебедем был недавно пронесшийся вирусным торнадо ковид. Но если есть черный лебедь, должен быть и белый. Позвольте предложить явление белого лебедя. Это когда инициативы на местах получают неожиданную огласку, поддержку и развитие. Таким белым лебедем предстала идея посадок садов памяти по всей России в честь павших воинов. Инициатива из дагестанского села шагнет по стране. У нас в Дагестане немало таких позитивных идей, которые могут стать белыми лебедями, масштабироваться, получить внимание элит или воздействовать на сознание и формирование новой идеологии. Надо таких потенциальных белых лебедей коллекционировать и вписывать в реестр инициатив. Верхняя палата парламента России стала главным локомотивом решения задач восстановления Дагестана. А нам всем, власти, обществу и бизнесу, нужно вернуть осознанность, задать вектор на развитие, отказаться от политической и социальной культуры без времени. Когда мы жили культурой натурального хозяйства, это когда думаем только о себе, о своих эмоциях, о своем удобстве, о своем комфорте и плевать нам на то, кто что подумает. Живем без оглядки на наши традиционные морально-нравственные императивы, яхнамус. Когда мы вернем эту духовную осознанность, то начнем заниматься собой, ревизией того, что нами, конкретно нами сделано. Тогда от дурного, разрушительного, хаотичного откажемся, а благое приблизим и будем культивировать. И самое важное, это педагогика, уже сейчас надо воспитывать другое поколение, патриотов, благо они есть и есть на кого равняться, неравнодушных, профессионалов. Нам не хватает сейчас хороших строителей, проектировщиков, энергетиков, людей труда, рабочих профессий, а юристов и экономистов куча. Хотя ни экономики, ни правовой культуры на хорошем уровне нет в республике. Мы, к сожалению, до сих пор находимся в инерции дурного, токсичного времени. Вот какие-то недоросли наезжают умышленно на малыша с велосипедом. Это как понимать? И что хорошего от них ждать в будущем? Отец ребенка в бешенстве сжигает их автомобиль. Какого ответа, такого привет. И такие невоспитанные балбесы потом получат власть, купят диплом и будут решать, какому строению в городе быть и какое старое под видом Ветхова уничтожать. Под рощиком пират таких сгинет и наше культурное наследие, и наша история. И они будут наезжать на интересы добропорядочных сограждан, как в юности наезжали на этого беззащитного малыша. Творить зум, обиду и несправедливость. А через слово говорить, иншаллах, машаллах, альхамдулиллах, мусульманская же республика. И никакие форумы историко-культурного наследия, хоть каждый год их проводив в Дагестане, не помогут нам исправить ситуацию. Потому что сейчас проблемы Дагестана не в финансовом дефиците. Просто нам надо научиться уже брать ответственность за прошлое, настоящее и, конечно, будущее республики. Оставайтесь с людьми. Оставайтесь с людьми.